добрый день понедельник у нас очень-очень ветрено уже третий день но погода тем не менее еще стоит довольно таки так для ноября теплая то есть еще осень длится не снимала ничего выходные ну как-то так прошли в суббот хоть и ездили в город но ездили слова со свекровью а знаете когда много народу я не очень у меня получается снимаете как он как дергают туда-сюда и в общем короче как съемка не очень я хорошо снимаю только до снасти есть или когда словой на отдых вот а так по магазинам его все кажется что я очень долго хожу и все такое вот ну а воскресенье такие бытовые дела готовка уборка в общем как бы и не снимала ничего мы в этом году опилили вишни а то они были прямо уже таки очень высокий выше крыши все наш несказанно рад потому что ему открылся обзор пока их не убрали вишни обадут от них листья потом их надо более-менее попилить и вынести здесь у нас здесь ведь и кстати твердых тут раз купили для такой твердый короче копченый да мы селин николаевна отправляемся за скидками дать не взять и лен николаевны до пятерку до скидки сегодня там на химию скидки что-то вышли так холодно на утром не так холодно просто ночью ноги окалели потом табирон бежал с работе мандарины зеленые свежие взяла на пробу расскажу чуть себе представляет в этом месяце а в пятерке каждый день есть товар дня ну какой-то там какой-то очень супер цене я всего лишь два раза попала на скидку один раз сосиски покупал по 49 но хорошие нормальные сосиски и вот такой вот кукурузу 49 так стоит где-то на почти стольник на 80 рублей а в основном конечно не удается взять потому что уже утром 8 часов при открытии магазина все раскупают так вообще мы зашли за химией потому что на химию скидки причем что мне не нравится я всегда беру порошок детский ушастый нянь но на него не распространяется скидка потому что он детский как бы не химия ну знаете ребят не сильно густая купила из химии купила aus он в общем-то по скидке 224 еще минус 15 процентов и зубную пасту все это не знаю будут на нее скидка или нет посмотрите после работы считая зашла только в магазин а уже как темно сейчас быстро темнеет это еще при том что небо ясное сейчас если были бы тучи вообще был бы сумрак чего особо такого не купил мне еще нужен как бы порошок я решила что завтра наверное съезжу в город по какой причине завтра магнит косметики будут скидки вот завтра у них 15 и еще у меня короче баллы накапали на карту топлива как не топливная она а получается на заправке накапали баллы и они могут сгореть поэтому нужно заправить машину ну сегодня ехать смысла нет а завтра я это совмещу как раз с поездкой магнит косметик и увидимся как говорится завтра на улице холодает завтра обещают вообще снег и пора уже то есть я хожу в осенней куртке пора короче переодеваться зимние и сапоги доставать я до сих пор хожу в таких легеньких скажем так ботиночках конечно если бы я ездила не на машине и мне приходилось где-то стоять я конечно бы уже давно спаги одела потому что стоять ноги околеют только так ну что ребята следующий день и как обещал я им горд так как я вам и говорила и дух магнит косметик сначала вообще в принципе в магните цены довольно таки завышенный в сравнении с другими в общем ребят сходила в пустую ничего то есть я хотела порошок купить ну в общем я не уверена что здесь даже по скидке он дешевле сейчас хочу проехаться в дикси вот но в любом случае цель моя заправить машину на баллы потому что они скоро могут сгореть в приложении непонятно когда они сгорят но у меня уже было такое когда у меня было 500 рублей на карте они сгорели давайте покажу вам наш вечерний город редко я бываю здесь в такое время суток когда уже горят огни хотя сейчас в общем то не поздно конечно для больших городов ничего красивого абсолютно нет ну и вообще-то в принципе ничего красивого такого нет ну я вам никогда не показывал его ночью поэтому покажу так направляюсь в дикси иногда там бывает очень даже неплохие цены так зашел дикси в дикси бываю редко знаете что я не люблю в тележках когда нет подставки подпаду под сумку вот никак не в руках носить сколько хороших дел я сделала кроме всего прочего купила не замерзайка сейчас зайдем магазин с вами я вам расскажу историю который сейчас со мной случилось дикси в общем история такая я подхожу значит кассе у кассы очередь касса работает одна и параллельно со мной подходит девушка и сразу кричит откройте кассу в общем ну ладно а я стою как раз возле другой кассы думаю сейчас все откроют я сразу в нее ну так случилось и она тоже значит уже с другой стороны получается ложит свои продукты и кассирка это кого обслуживать его меня почему это меня почему это вас я кричала я вам что уши вы кричали а я первый подошел меня обслуживать я здесь во первых я вперед вас стояла и к но это вы вперед меня стояли в ту кассу а в эту кассу я оставил вперед ну в общем короче она стала меня вперед в этом очень круче я говорю да ладно пропущу хамула говорю вперед агрица и тут в общем ребята все как говорится мгновенная карма касса зависает и даже несмотря на то что я тоже вынуждены ждать уже наша очередь там бы давно прошла я была просто искренне счастлива ну а продавец видимо ее знает и говорит ну не расстраивайтесь у меня прекрасное настроение ну да видели бы вы ее лицо с прекрасным настроением это все высшая справедливость так что мы не в америке у нас нет тут такой а им ссори амсори мы здесь жесткие ребята а тем временем у нас городе идет тихий снежок уже дорогу припорошила я так думаю завтра уже будет прямо на зиму похоже 17 литров ребят заправила тоже как говорится ниже клапкой потрогал отлично приятно да когда на какие какие-то бонусы попадаешь я знаю некоторым как-то даже стыдно там скидки бонусы а для меня это как охота раз уж я в городе проверю еще давление в колеса пути я сейчас уже переобулась но тоже мало ли что уж проверить еду мимо светофоры я конечно не могу туда не зайти так наш любимый светофор я знаю некоторые просто очень сильно возбуждается на этот магазин поэтому я всегда когда здесь бываю обязательно его показываю а пришла я сюда ребята вот зачем рис воздушный я его с детства люблю даже две пачки возьми стоит 47 рублей воздушный рис это вкус детства я когда жила в ташкенте у нас рядом жили цыгане и вот там была баба галя и она торговала вот этим воздушным рисом ну то есть они в принципе его делали сеять как бы семьей а она на кулике или в старом городе уж не помню точно где торговала хотя на местности вообще не торговала и а у него была дочка катя на мне надо угощала и вот такой вкус остался со мной на седа я его обожаю чуть чуть больше ничего себе не просмотрела только курить идем на как я прошла суши по всем можно сказать магазинам даже в рублю конца я не могу сказать что много покупала но я не могла проехать еще 7 магнит раз уж я еду пока магазина тут уже смотрите новогодние всякие штучки всякие украшения новогодние близится праздник медведи но следующий год мне кажется зайцы уже такие подарочные наборы я всегда с собой беру я уже можно много раз говорю всегда даже если я буду покупать только хлеб или какую-то одну позицию я всегда с собой беру телевочку я не собираюсь таскать в руках ненавижу даже когда руку сумку мне приходится в руках какие прикольные штучки мини-феи и когда была бы маленькая бы на душу отдала за таких куколок но сейчас дети насыщены этим всем так что для них это не так как было для нас вот всякие тут атрибуты всякие блестюшечки красивые симпатичные шары эти красивые зайки а ну год зайцы так вот зайцы слепой куспицы все за спал следующий год год зайцы так ну так вот беру всегда тележку у меня я не люблю вот у меня часто бывает со мной кто ходит и вот они не берут тележки мне прям это бесит вот честно наберут в руки у них все это падает ну чё ты не возьмешь тележку что теперь-то из нее деньги что он беру вот лично и отговорка я ничего не смирилась покупать если не сырой раз ничего покупать не надо хоть магазин вот они зайчата ой сова муку тяжелую то у него в попке тут прям тяжко зайки тут цены я сравнивать покупать он какая девочка тоже такая тяжелая в попке чуть тяжелая для равновесия смотрите какая фея оленя такие нужно подарить кому не вот такие олени симпатичные ну вот игрушки так вот стоимостью мишка как салапа плюш самый дорогой а нет еще какая-то кукла на и вот это вот так вот кстати хочу вам порекомендовать я всегда раньше брала для ванны у меня акриловая ванна акрила израильский и израильское средство ну сейчас я даже не вижу в общем то я его заказывал но последнее время но очень дорого она всегда очень стоило дорого и в общем посмотрел я в интернете и сказали попробовать вот такой крем сив крем и знаете мне понравилось по акции стоимость там ну 110 150 рублей в общем то по сравнению с 600 рублями очень даже и расход приблизительно на такое же время и хватает но разница в цене колоссально конечно не такой же конечно не такой же но все таки достаточно хорошо справляется свои задачи смотрите удачно я зашла гель для душа 115 рублей и 135 в наше время прям шикарные цены так как они вот 209 164 159 ну теперь уж точно домой на этом до скорых встреч всем карман